Глава 20. О контроле над клинком. Все известные преимущества, которые вы намереваетесь использовать против своего соперника, определенно проистекают либо из меча, либо из корпуса вашего тела. Поскольку мы привыкли тело защищать, то чаще всего именно к нему сложнее добраться. А вот меч наоборот. Он не может полностью контролироваться всей гвардией человека, если он не перемещается на соответствующей дистанции. Сам себя меч защитить не сможет. Обороной он не обладает, поэтому ничто не может попрепятствовать тому, что меч будут атаковать. Те, кто полагают, что лучше будет представить полную свободу меча, или заводить его назад, или опускать его вниз, или наоборот взводить его слишком высоко для проведения финтов, или же фехтовать вниз по кривой, по прямой линии, чтобы вести в заблуждение своего соперника. Тем самым, так думая, они вводят в заблуждение только самих себя, потому что предоставляют своему сопернику истинное преимущество. Поскольку последний может расположиться в более удобную позицию или в то самое место, откуда он ударит вас с большей гарантией и большей истиной. Меча абсолютно достаточно для того, чтобы защитить корпус тела в том случае, когда фехтующий держит в правильной гвардии. И эта вещь настолько очевидна, что человеку, услышавшему этот принцип, придется снова вернуться к своему мечу и начать изыскивать то, что ранее упущено. Таким образом, еще более бесспорный факт, когда мы говорим о диапазоне, о дистанции, о зоне поражения, вы никогда не сможете ее избежать. А как только вы пришли в точку контакта, вам никогда не удастся скрыться, даже в том случае, если вы сможете очень быстро развернуться в сторону, то есть вовне меча противника, и тем самым спутать его планы. Для такого случая всегда необходимо продолжать работать против меча, то есть идти на него до тех пор, пока вы не сможете им управлять. Для того, чтобы это все проделать, в первую очередь необходимо понять различия масс, для того, чтобы всегда верно применять нужные средства, поскольку именно их эффекты, конечно же, будут различны. Вы в этом могли убедиться в самом начале предшествующей девятнадцатой главе, на примере первых пяти кругов и, конечно же, в соответствии с другими кругами. Таким образом, вы всегда будете уверены в том, что определенно удержите меч противника в подчинении. Причем острие меча будет достаточно далеко от вас, то есть вы будете защищены, равно как и будете защищены от вероятности получить удар под собственным мечом. И при этом вы сами будете достаточно близко для того, чтобы действовать и находиться в достаточной безопасности от имбракада. Круг один. Александр, вынудив противника расположить меч на дальней стороне диаметра, на второй инстанции приступает к тому, что шагает на третью инстанцию. Меч противника он заводит внутрь и подчиняет над уровнем диаметра. Данная операция проистекает из второго круга, предшествующей главы, на котором Александр вынудил соперника на дальнюю сторону диаметра сделать шаг на вторую инстанцию. Поскольку Захарий ожидает следующего шага, Александр перемещает правую ногу на дальнюю сторону диаметра, двигаясь по стороне вписанного квадрата, на которой, будучи на середине, между дистанциями, он совершает небольшую паузу до того, как переместить массу тела вперед. Во время этой паузы он взводит меч противника вверх над своим, после его размещает поднятую правую ногу в третью инстанцию в точку N, затем перемещает левую, перенося ее на сторону описанного квадрата, а именно на пересечение внутренних секущих QN. Далее он заводит меч противника влево, да так, что тот проходит в точности над диаметром прямой линии, в то время как Александр подчиняет меч при использовании массы оживленной, усиливая первые и вторые меры. А поэтому острие его клинка немного выше поднимается, а сама рука с рукоятью напротив опускается. И тем самым Александр обеспечивает себе такую гвардию, что полностью уходит от вероятности получить удар в нижнюю часть корпуса тела в соответствии с представленными фигурами и положениями мечей, которые и указаны на примере данного круга. Круг 2. Перед нами представление предшествующей операции, как только Александр начинает подчинять меч, находящийся в точке опоры, следуя тем предписаниям, которые мы уже рассматривали. Захарий же позволяет своему мечу лишиться всякой массы. Между тем Александр, воспринимая это в соответствии с ощущениями, разворачивая правую часть корпуса вперед, единовременно оказывается лицом к лицу со скрещенными клинками, причем на ногах он не перемещается. Между тем Александр расцепляет свой меч, взводит его точно по прямой линии, вытягивает руку, тело тоже разворачивается вертикально. Теперь рука устремляется сопернику в лицо. И хотя Александр и движется со всей живостью, все же он не хочет наносить финальный поражающий удар, что мы и видим на рисунке. Круг 3. Как вы уже видели на предшествующем примере круга 1, Александр оттолкнул меч соперника. Захарий тому потворствовал, при этом применял массу, которую мы называем ощутимой. Александр двигается вперед, вставляет правую ногу, наносит реверсный удар сопернику в правую сторону головы, потому как корпус его тела наклонен вперед. Александр оттолкнул в сторону и подчинил меч противника, что мы уже и увидели на примере круга номер 1. Теперь же Захарий уменьшает массу собственного клинка до ощутимой, или же немного больше. Александр продолжает действовать, вставляя правую ногу на дальнюю сторону диаметра между внутренним, то есть вписанным и описанным квадратами, немного подаль точки Т. Затем он перемещает правую часть корпуса, переводя ее внутрь угла, находясь теперь между перпендикулярами, образованными скрещенными с противником клинками. Он подает небольшое давление вниз, полностью расцепляя клинки. Далее Александр склоняется над правым коленом, тело идет вперед, сам он подставляет левую ногу, перемещая левую часть корпуса тоже немного ближе к сопернику, и единовременно он наносит реверсный удар, намереваясь поразить правую часть головы оппонента, что и показано на рисунке. Обратите внимание на то, что Александру необходимо держать левую ногу позади, если он хочет провести мерное движение и остановить атаку. Но если он желает со всей страстью провести расправу, то есть финальный удар, ему необходимо будет сделать еще один резкий разворот и буквально выкинуть вперед на крупном шаге тот самый удар. И затем переместиться еще раз правой ногой и теперь уже сделать резкий разворот левой ногой. И в течение этого вращения, используя такт времени, он должен за счет движения запястья взвести меч позади своей головы и уже оттуда провести реверсный удар в затылок своему сопернику. Этот момент мы будем более подробно рассматривать на последующих кругах, а именно 4 и 5. Круг 4. На примере данного круга клинок Захария обладает массой оживленной, а Александр перемещает правую ногу на третью инстанцию, позволяя мечу Захарию оттолкнуть его меч вниз. Между тем сам Александр взводит меч соперника над головой, далее проводит резкое вращение по левой дуге и наносит режущий удар по левую сторону головы оппонента. Подчинение клинка соперника целиком и полностью проистекает из плана круга номер один. При этом Захарий применяет массу оживленную. Александр же перемещается и вставляет правую ногу на дальнюю сторону диаметра, на сторону описанного квадрата в точку Т. Тем самым позволяет мечу Захария немного отскочить, после чего он увеличивает силу при деградуировании клинками и передает восприятие масс своему сопернику. После чего он приступает к тому, что взводит меч над головой, на протяжении которого он движется еще ближе, вращается на левой ноге вне пространства круга. Удар будет нанесен в левую сторону головы оппонента, в точности, как мы и видим на иллюстрации. Круг 5. Продолжая предыдущую операцию, внезапно Александр перемещается крупным шагом за спину Захария и снова взводит клинок над головой. Возвращается на две ноги и, как вы видите, наносит удар прямо в затылок оппоненту, что мы видим на рисунке. Круг 6. На примере этого круга мы видим, что меч находится в подчинении за счет применения сил массы сильной или более сильной. В ответ Александр движется немного дальше вперед, оставляет правую ногу на диаметр, тем самым готовясь для того, чтобы совершить прыжок вперед на ближнюю сторону диаметра левой ногой. Как только он взведет левую ногу, он мгновенно вынимает меч, как можно дальше от клинка соперника, и хватает рукоять последнего левой рукой. В этот же такт времени, как только левая нога ступит на земь, на сторону вписанного квадрата Александр проведет вращение правой ногой вперед и по вращению нанесет реверсивный удар в правую сторону головы оппонента. Перед нами еще одна операция, проистекающая с плана круга номер один, на котором Александр проводил подчинение клинка соперника. Здесь Александру предстоит оказывать сопротивление массы сильной или более сильной. Поэтому в ответ он немного перемещается вперед, а именно заводит правую ногу на диаметр, на внутреннюю секущую, после чего он, отпружинивая вверх, мгновенно совершает прыжок еще дальше, за счет разворота левой стороны корпуса, соответственно вперед. Движется навстречу клинку противнику и перехватывает рукоять Захария левой рукой. Затем тянет эту рукоять вниз, при этом острие меча тоже опускается вниз по левую руку. В этот же самый момент времени он по дуге взводит собственный меч над головой за счет движения запястья, ставит левую ногу на вписанный квадрат, а именно на пересечение диагонали, и в этот такт наносит реверсный удар по мере вращения на правой ноге вперед. Удар придется в правую сторону головы оппонента, что мы и видим на рисунке. Круг 7. Александр приступает к реализации предшествующей операции. Именно смещаясь вперед, разворачивается на правой ноге и делает большой шаг вовне круга, взводя левую ногу в воздух, переносит массу на правую часть корпуса. Немного пятится назад и при этом тащит рукоять Захария, которые находятся у него в плену вместе со всем мечом, снося его на левую сторону. Сам же при этом Александр свой меч двигает по правой стороне, причем рука его опускается, равно как и острие меча. Именно такой разворот придает еще большую силу Александру и позволяет ему ранить Захария, забирая все возможные шансы у последнего. Да так, что никак не может устоять сопротивление. Именно это мы ясно видим на демонстрации. Круг 8. Перед нами еще одна операция, проистекающая все из того же первого круга, на который меч обладает массой самой сильной. В данном случае Александр вставил правую ногу в точку М, совершает прыжок на ближнюю сторону диаметра в точку К. При этом он схватил рукоять меча соперника и при этом корпусом подался ему навстречу, а левая рука над клинками. Все это проистекает из операции номер 1, на которой Александр оттолкнул в сторону и подчинил меч противника по третьей инстанции. А теперь Захарий увеличивает собственную массу вплоть до самой сильной. Александр продолжает работать, противопоставляя и умеряя собственную силу. Причем он, совершая шаг правой ногой в точку М, из этой точки делает прыжок левой ногой вперед и в сторону. Для того, чтобы разместить левую ногу по ближней стороне диаметра в точку К. Затем, подавая корпус тела вперед и вращаясь на проворной ноге, он смещается и ставит правую ногу за левой. Затем протягивает левую руку над точкой контакта клинков. Таким способом захватывает рукоять Захария, что мы в точности видим на рисунке. Круг 9. И снова перед нами продолжение предшествующей операции, проводимой Александром. По мере того, как он резко разворачивает поднятую правую ногу, ставит ее позади левой, да так, что теперь пальцы ног упираются в сторону вписанного квадрата в точку Т, Александр выносит массу тела на правую ногу. Он взводит левую и в тот же миг отталкивает рукояти оппонента, отталкивает его руку вперед и вовне и направляет собственное острие меча под руку Захарию в правый бок. Круг 10. Перед нами завершение операции, которую Александр проводит тем, что пинает правую ногу своего соперника, который в этот момент времени уже находится в воздухе. Сверх того, Александр переносит массу тела и наклоняется вперед, тем самым проводя встречное эстакадо, со всей силой обрушиваясь на оппонента. И тем самым Захарий единственное, что может сделать, так это развернуть острие меча вниз к земле, что мы и видим на рисунке. Круг 11. Александр поставил меч противника в точку опоры на дальней стороне диаметра по второй инстанции. Затем он восстанавливает массу вплоть до оживленной. И когда видит движение клинка соперника, скрещивает с ним клинки, подчиняет меч Захария по внутренней стороне, снося его влево. Сам при этом совершает шаг вправо ногой в точку R. Данная операция проистекает из круга номер 10, предшествующий. Поставив в точку опоры меч соперника, действуя по тем инструкциям, которые мы уже видели в главе 19, он перемещает меч Захария на дальнюю сторону диаметра, на вторую инстанцию. При этом соперник вкладывает в меч силу массу оживленную. Александр же круговым движением смещается в противоположную сторону. Затем он вставляет левую ногу, за счет которой проделывает по пути навстречу следующей инстанции. И до того, как масса тела перенесется вперед, он делает небольшую паузу. После чего он передвигает левую часть корпуса внутрь перпендикуляров, образованными скрещенными клинками, и размещает левую ногу на диаметре в точку R. Тем самым, единовременно подчиняя меч соперника по левой стороне второй мерой собственного меча против первой меры меча Захария, что мы и видим на рисунке. И опять-таки, наблюдая предшествующую операцию, Захарий заводит назад руку с мечом, выставляет левую руку для того, чтобы нанести сопернику ранение в левую ногу или в левую часть корпуса, которая находится впереди. Александр уже предусмотрел это, поэтому он парирует попытку Захария расположить левую ногу по центру, поворачиваясь, разворачивает корпус вперед, а рука с мечом опускается вниз, а затем острие меча взводится влево. По мере перемещения ноги Александр выставляет вперед и левую часть корпуса. Тем самым он смещает меч Захария для того, чтобы полностью поставить под контроль в соответствии с предшествующими операциями. На этот раз Захарий внезапно тянет меч назад, сгибает руку и совершает шаг вперед правой ногой на диаметр в точку R, для того, чтобы ранить своего соперника посредством выпада, причем метит он в левую сторону корпуса. Александр опять, таким образом, сработав по ощущениям, внезапно разворачивает правую часть корпуса вперед, заводит левую назад, располагает левую ногу по центру круга. Он наклоняется над ногой, соответственно сгибает колено, входит внутрь перпендикуляров, образованных скрещенными клинками, из которого он вытаскивает левую часть корпуса и вставляет единовременно собственный меч. И при этом рука с мечом занимает более низкое положение. Острие меча смотрит вверх. И Захарий противопоставляет третью меру своего меча, четвертой мере меча оппонента, не позволяя ему тем самым выполнить эстакадо, что мы и видим на рисунке. Круг 14. Рассмотрим продолжение, нисколько не колеблясь и смело рассматривая всю операцию без пауз. Александр внезапно продолжает наступательные действия тем, что он разворачивает корпус тела влево, на ногах он при этом не смещается со своей позиции и в это же время расцепляет клинки. Он позволяет собственному мечу отскочить вниз в сторону его руки, помогая при этом движением кисти. Тем самым его меч оказывается расположенным по прямой линии по вытянутой руке, смотрит назад, защищая грудной отдел. Он наклоняет вперед левую часть корпуса и совершает выпад в правую сторону тела врага, полностью в соответствии с представленным на картинке. Круг 15. Здесь вы увидите финальный акт расправы, который Александр совершает единственным движением без каких-либо пауз. А именно он делает шаг вперед правой ногой, вступая на круг в точку Х. Затем на нее он же переносит массу тела. Подается вперед над согнутым коленом. Он усиливает предшествующая стакада и со всей живостью пронизывает корпус тела соперника. И силы этой достаточно, чтобы в прямом смысле отбросить Захария назад на землю. Именно это мы и видим на рисунке. На примере данной операции учтем, что Александр последовательно выполнил все предписания, которые мы рассматривали на планах предшествующих кругов. И здесь они пролетели одна за другой. Настолько быстро, что у соперника не было хоть какого-либо времени, чтобы каким-то образом противостоять напору Александра. Несколько человек, желающих подвергнуть нас критике, полагают, что в данной двадцатой главе они нашли исключительный повод. Исследуя изображение фигуру, им кажется, все эти ситуации, буквально все, изотканы и, скорее всего, напоминают порой и великолепие, и превосходство, нежели фактически бой. И что люди, изображенные, придерживаются принципа скромности и достоинства, и что в таком случае невозможно практиковать методы, здесь показанные. Но на самом деле не представляется возможным показать вам практичность этих техник каким-то другим способом, поскольку в рамках демонстрации, руководствуясь взаимным согласием обеих сторон, один противник позволит другому смещаться вперед или в сторону, в то время как определенное преимущество якобы может послужить поводом воображения. В общем и целом, эти люди полагают, что техники были бы действительно хорошими, если бы их можно было применить в рамках поединка или согласно собственных пожеланий. Без сомнения, именно так нас и будут критиковать. Дело в том, что невежественные люди чаще обращают внимание на условия, чем собственным качеством и умением. Что ж, в ответ мы скажем, что если бы нам была предоставлена возможность участвовать в поединке, руководствуясь собственными предпочтениями, то тогда бы хватило одного качественного выпада, после которого, возможно, было бы два или три коротких урока, которые единовременно самого фехтующего обеспечивали бы безопасность. Во всяком случае, ему бы точно не пришлось о чем-либо переживать. Но поскольку на деле это невозможно, и действительная практика гласит, что вам придется уметь противостоять вооруженному, преобладающему числу противников совершенно в разных ситуациях, которые настолько многогранны и порой внезапны, что бесспорно порой студенту необходимо изучить большую их часть. Мы не хотели упускать возможности разместить все эти вариативные ситуации в должном порядке. И после этого перечня вы увидите и другие операции, которые тоже обладают определенной схожестью. Теперь зададим вопрос. Если мы не будем применять их все в указанном порядке, следует ли из этого то, что их и вовсе не стоит использовать? И если вам удастся их вспомнить или произвести случайно в качестве импровизации, то скажу вам, что все эти вещи рассматриваются по причине необходимости уметь работать с оружием и с целью подготовить себя ко всему, поскольку мы не можем ожидать, что нам предстоит поединок, который пройдет так, как мы того ожидаем и хотим. Более того, таковые ситуации настолько редки, и на самом деле, если вы задумаетесь, вы поймете, что это суждение очень странное. Причем достаточно часто ваши противники будут действовать отрывочно. В таком случае вы сможете обнаружить, что вы находитесь слишком близко к своему сопернику. И что же делать в таком случае? Может, по этой причине подобные ситуации здесь и описаны? Таким образом, если наши критики так и не могут постичь полезности данных предписаний, поскольку последние красочно изображены и все же кажутся ошибочными, то, пожалуй, этим критикам стоит предписать авторство ошибки самим себе. Вместо того, чтобы обвинять тех, в суждении которых они просто не понимают. Если изображенные фигуры кажутся вам не очень жестокими, насколько бы вам хотелось их видеть, глупо в таком случае предоставлять большее количество движений, чем требует на деле самооперация. И даже если бы нам захотелось так сделать, нет никаких причин выбирать одно приложение, пренебрегая другим. Таким образом, мы убеждаемся все больше в том, что обоих противников в естественном расположении на прямой линии это самое пригодное из всех позиций. Именно к ней фехтующий и должен стремиться. Критикам также придется признать, хотят они того или нет, что люди, которые способны выполнить эти операции, учитывая все предписания движений и их объемы, смогут продемонстрировать тем же самым способом в любых других ситуациях, с которыми они в том числе когда-то могут столкнуться. Причем операции эти будут проведены надлежащим образом. Другая причина, которая является еще более важной, заключается в изучении принципов, которые сами по себе невероятно скромны. Однако их применение крайне богато. И это применимо ко всем искусствам и наукам, даже к тем, у которых нет очевидной связи с миром музы. Вы достоверно будете видеть на примерах войны. Все действия ужасны и шумны, но тем не менее предоставленные инструкции достаточно мирные. Искусство танца и вокала, и искусство инструментальной музыки, раньше они не требовали такой же скорости, такой же стремительности на практике. И разве бы не было чрезвычайным безумием требовать этого и пытаться подражать в самом начале ученичества? То же самое относится и к другим дисциплинам. Дружеские отношения не могут быть приобретены без устойчивого понимания правил, которые не могут примениться без исследования. А исследовать их невозможно без терпения. Нет терпения без времени, тяжелой работы и скромности. Это то, чем мы не можем пренебречь. Это та элементарная критика, касающаяся работы с оружием, о которой нельзя умолчать и преподавать всегда нужно так, чтобы человек максимально быстро привык к тому, как это поменяется в деле и смог сработать с наибольшей скоростью, поскольку мы предполагаем, совершенно внезапно он может столкнуться с неблагоприятной ситуацией. И не стоит думать, что как будто нечему вам учиться, если вы видите, что они демонстрируются два или три раза. Можно подумать, как будто искусству владения мечом можно противопоставить силу. Такие люди действительно приходят к практике быстрее, чем делали мы, но у них нет базиса, нет фундамента. Кроме того, наши предписания будут настолько точными, несовместимыми с поспешностью. Коротко говоря, именно этот краткий слог скажет больше, чем что-либо иное. Посмотрите на то, как наши фигуры показывают демонстрации абсолютно мирно и умеренно. А эффект нашего искусства как раз и состоит в том, чтобы воспитать те же самые качества в тех фехтующих, которым это искусство передается. В то время как вульгарное обращение с мечом делает их владельцев более дикими. Теперь, поскольку операция завершена, Александр может расположиться удобнее и проследовать к выполнению плана круга 7, на котором он совершает резкий поворот правой ногой влево, располагая левую ногу так, чтобы прямляется корпус тела. Затем он высвобождает свой меч, поднимает его с земли и взводит прямо вверх над головой. Затем он направляет его вниз по левой руке и совершает круговое движение вокруг всего корпуса, в то время как вторая рука размещается позади. Тем самым зона поражения меча уменьшается. Затем он ставит поднятую левую ногу на земь навстречу сопернику, атакуя последнего за счет выпадов в спину. При этом корпус тела наклоняется вперед и он со всем усилием буквально делает такой рывок, что ударом сносит соперника с ног и тот падает. Вы можете легко понять, как происходит эта операция, взглянув на предоставленную иллюстрацию. Далее все происходит в точности по операции круга 5, на котором Александр взводит меч со всей живостью прямо в лицо сопернику, при этом рука его согнута. Далее он следует примеру круга 6, на котором Захарий парировал этот удар, отталкивая клинки вниз. Но в это время Александр наносил ранение Захарию за счет режущего удара в голову над его рукой. После чего он сам переходит к завершению операции посредством эстакада и рассекает спину своему сопернику, что мы и видим на круге 7. Также часто случается, что в рамках вышеописанной операции круга 5 Захарий этот удар может парировать. Но в это же время Александр равным образом произведет выпад за счет изогнутой руки, как мы это и видим на круге 13. Причем руку он взведет над головой, а затем нанесет режущий удар, рассекая правую ногу соперника, как на круге 14, для того, чтобы впоследствии перейти к операции круга 7. Это очень похоже на пример круга 12. Александр представлен так, что острие его меча проходит по внутренней части руки и устремляется прямо в глаза сопернику. И Захарий этот удар парирует, переводя руку с мечом вверх, что мы и видим на круге 13. В это же время он следует плану операции круга 14 и 7. Также иногда случается так, что соперник парирует верхнюю атаку за счет толчка клинков вниз, как было на круге 6, отвечая тем самым режущим ударом в голову, что мы уже видели на примере операции круга 7. Итак, вы должны защитить себя тем способом или другим в соответствии с вышеуказанными операциями и в зависимости от условий диктуемых ситуаций. И не стоит слишком четко цепляться за те или иные примеры. Вам необходимо руководствоваться собственными рассуждениями и потребностями ситуации. Поскольку преимущество нашего искусства состоит из коротких действий и малозаметных движений, что вы уже наверняка заметили, это позволяет фехтующему сохранять собственные усилия и придерживать их в резерве до тех пор, пока не представится удобная ситуация, и до тех пор, пока вы не сможете высвободить их за все с живостью. Но вам необходимо распознавать эти ситуации, знать, как к ним готовиться, и не забывать, что соперник ваш единовременно занимается тем же самым. Пометуя это, наш читатель обнаружит немалую пользу, руководствуясь данными заметками. В первую очередь часто происходит так, что соперник располагает ноги внутри квадранта или выставляет меч по прямой линии, задерживает левую ногу, которая должна располагаться ровно по линии стоп, или же вообще выносит ее частично вне квадранта. Например, оттягивает пятку назад, и таким образом левое плечо подается вне мерности, тоже назад. Теперь, исходя из такой ситуации, если Александр будет оказывать давление по внешней стороне своим мечом, двигаясь навстречу сопернику, он поймет, что тогда Захарий усилился. А если он будет оказывать давление по внутренней части, он поймет, что тот напротив ослаб. Таким образом, если Александр планирует совершить операцию первой инстанции, то тогда ему необходимо работать против меча противника, заводя его вовнутрь и перенося ноги влево, для того, чтобы таким образом ранить Захария. В других же случаях соперник будет выставлять свой меч ровно по прямой линии, и при этом левая нога будет выходить за пределы квадранта, да таким способом, что левая часть корпуса будет выпирать. В таком случае, если Александр скрестит клинки с Захарием, он поймет, что тот усилился по внутренней части руки. Но если же он будет скрещивать клинки по внешней части меча теми же равными мерами, он поймет, что противник слабее. Именно поэтому он в первую очередь будет желать работать, реализуя первое намерение против Захария, руководствуясь преимуществом, и будет атаковать последнего с первой инстанции по внешней части руки, то есть там, где он слабее. Причем он будет переносить ноги на дальнюю часть диаметра, а цель его атаки первого намерения будет левое плечо, поскольку оно выставлено вперед и является ближайшей точкой контакта. Но еще лучше атаковать Захария в лицо. Есть также различия в хвате самого меча. Таким образом, иногда вы будете видеть, что он соответствует прямой линии, но при этом будет уклоняться вовне за диаметр. Если Александр в таком случае продолжит смещаться на позицию первой инстанции, то есть в точку С диаметра, и тогда он скрестит мечи с Захарием по внутренней стороне, он поймет, что его собственный меч окажется в подчиненном положении касательно меча соперника. А Захарий, соответственно, будет обладать большими возможностями сработать против Александра в этой ситуации, поскольку у него уже есть преимущество, если, конечно, он вовремя его использует. Тем не менее, чтобы сработать с первой инстанцией против меча, расположенного таким способом, который отклонился на дальнюю сторону диаметра, Александру следует расположиться в точности по первой инстанции за диаметром и встать напротив меча своего противника и выставить вперед либо левую, либо правую ногу, после чего идти навстречу сопернику прямо в его пространство и атаковать его меч по внешней части руки, после чего сразу провести атаку первого намерения тому в лицо. Если происходит так, что Захарий направляет свой меч немного вовне диаметра, то тогда Александр должен понимать, как изменить собственную позицию по первой инстанции и расположить ноги в соответствии с ближней частью диаметра, то есть прямо напротив острия меча соперника. Тем самым он сможет сработать против Захария, руководствуясь ударами первого намерения, то есть атаковать того посредством градуирования клинков. И атака будет произведена по внутренней части в тот такт времени, когда Александр будет вставлять правую ногу. Эти заметки имеют крайне важное значение, и на них действительно стоит обратить немалое внимание, причем настолько точное, насколько это возможно. Это касается не только операции первого намерения, но и операции второго намерения, а именно тех, которые касаются подчинения клинка соперника, реализованного должным образом. Однако ударов первого намерения, это все-таки касается первоочередно. Поэтому именно на данном этапе мы их и рассматриваем.